Сейчас в моем доме там живут с 22-го года военнослужащие. В эфир российской пропагандистской программы «Военная ревю», которая выходит на радио «Комсомольская правда», внезапно прорвалась неудобная информация. Один из зрителей, который дозвонился в эфир, рассказал, что его дом в Херсонской области захватили российские военные, которые живут там с 2022 года. А сам хозяин теперь вынужден со своей семьей жить в России и ютиться в девятером на 30 квадратных метрах. Вот такой у меня есть вопрос. Я с Херсонской области уехал в 2019 году в Калининград. Дочка моя сбежала оттуда в 2021 году. Вторая дочка убежала в 2022 году после СВУ. Сейчас в моем доме там живут с 2022 года. Это военнослужащие. Мы здесь вот уже два года на 30 квадратах 9 человек. Вопрос, пожалуйста. И туда там замки поменены, замки там поменены в доме. Вот. Может, там уже и вещи где-то, ну то такое вещи. Ну, дело в том, что туда в дом. Дом-то мой, а попасть-то я не могу. Классно российские военные защитили от фашизма. То есть, человек рассказывает, что сам добровольно, по собственному желанию, еще задолго до начала войны, то есть, не вынужденно, да, а именно вот по зову сердца переехал в Россию. Ну, то есть, понятно, что он пророссийский, ему нравится Россия, он за Россию, за Путина. Он сам захотел там жить, и российские освободители отблагодарили его за такую любовь тем, что захватили его дом и поменяли даже замки, то есть, захватили дом, имущество, и поменяли замки, чтобы хозяева не могли не то, что приехать, да, в свой дом попасть, а чтобы они даже не могли трусы свои приехать забрать. В чем суть вашего вопроса? Во-первых, какие военнослужащие там живут? Ну, наши военнослужащие какие? Так, понятно, понятно, понятно. Вы имеете полное право вернуться туда и занять свое жилище. Ха-ха-ха, вот сейчас смешно было, да? Говорит, имеете право поехать и занять свое жилище. Ну, не вопрос, рискни, поедь займи свое жилище. Расскажи, что у тебя есть права там. Тебе быстро объяснять, чего стоят твои права после прихода русского мира? Нет, ну, так дело в том, что там замки поменены, там уже вещей нет. Я ничего не... С кем решать такие вопросы? С командованием, командованием тех людей, которые живут в вашей хате, да. Говорит, обратитесь к командованию, оно точно во всем разберется. Ну, знаете, командование просто ничего не знает. Ну, командование не знает, что военные два года, да, уже там с 22 года живут в чужих домах, там поменяли замки. И командиры просто не в курсе. Знаете, вот сейчас надо просто сообщить командирам, они сразу во всем разберутся. А лучше, знаете, еще обращение к Путину записать. Вот он точно поможет. Сейчас только вот запишите обращение, сразу решатся все вопросы. Российская армия перестанет мародерить, перестанет отжимать, там распиливать на металлолом чужие предприятия и так далее. Вот согласитесь, смотрите, какой показательный случай, да. То есть, вот эта информация о мародерстве российской армии, она уже прорывается даже в эфир таких программ. То есть, это не просто где-то украинцы пишут или какие-то мировые СМИ пишут, да. То есть, даже в эфир российских пропагандистских передач, которые ведут такие вот матерые деды-пропагандисты, даже сюда уже рассказывают о том, что российская армия такое творит. То есть, это много говорит о масштабах мародерства, да. Представьте себе масштабы, если уже невозможно это утаить настолько. Если даже в такой эфир на пропагандистское шоу дозваниваются люди, которые рассказывают, чем российская армия занимается, что она захватывает дома, крадет вещи, там меняет замки и так далее. То есть, представляете, какие масштабы вообще этого всего, что это уже просто невозможно утаить. И этот случай, он же тоже наглядно показывает, ради чего на самом деле идет война, ради чего российские граждане подписывают эти контракты и приезжают в Украину. То есть, являются ли люди, которые так себя ведут, которые приходят, захватывают чужие дома, меняют замки, присваивают себе чужие вещи, являются ли они защитниками и освободителями? Ну, задайте сами себе этот вопрос и ответьте на него честно. Ну, понятно, что нет, да? Мы понимаем, что ни освободители, ни защитники, ни антифашисты, там, или кто еще они, так себя не ведут. Так себя ведут захватчики, оккупанты, бандиты. Ну, то есть, понятно, да? То есть, соответственно, вот и ответ на вопрос, кем на самом деле являются российские военные, кем является российская армия и какие у нее на самом деле цели и зачем они приходят в Украину. Но они приходят сюда именно грабить, забирать чужое имущество. И все это достигает таких масштабов, что это уже признают сами россияне. И мы это видим в российских медиа. Это не вражеская пропаганда. Это информация, как видим, из российских ресурсов. Давайте поделимся. Ей ее очень важно распространять. Я это делаю во всех своих ресурсах. Вы можете мне помочь. Оставьте лайк или комментарий, чтобы видео получило больше просмотров, получило больше охват. И обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.